Вот тут мне пришло в голову, просматривая бложек опять-таки, путешествуя прямо по этому месту, я вдруг задался вопросом, а что если представить себе, что вот такая последовательность длится миллион лет, миллион витков на этой планете вокруг ближайшей звезды, строятся какие-то проекты. И вот как мы можем это воспринимать? Это интересно. Сложно представить миллион лет? Очень сложно. Ну хотя бы представить тысячу лет. Вот в моем теле точно есть молекулы, которым тысячу лет. хотя бы молекулы воды. То есть тело, как некий кожаный скафандрик, в котором мы шмыгаем сюда, в миллион летние структуры и проекции. Тело тоже имеет хотя бы тысячу летние молекулы, поэтому это можно сказать, мы же свои. Вот у меня тоже длинный, хотя мы короткие, но длинным мы свои, из того, что наши тела хотя бы созданы из более древних молекул. Многократно перевариваю кстати. И это очень интересное наблюдение, потому что это сразу примеряет, сразу представляется. Вот те холмы, которые видно за Монреальным, за центром города. Вот те холмы, на которых мы были недавно с Мишей вон на том холмике. Около моста вот тот холмик Сан-Бруно. Еще мы не залезали там, гора Сан-Лер. Дальше она более высокая. Эти структуры уже были здесь где-то миллион лет. Ну, может быть на крайней мере тысячу лет назад. А тут все было по-другому. Все очень сильно поменялось. Даже за эту тысячу лет. Не говоря уже о миллионе лет, который тоже необходимо себе представлять. Я, кстати, посмотрю, как это выглядит на двух камерах сразу. Потому что вторая камера должна меня снимать, отслеживать, как я здесь верчусь и размышляю про миллионы лет. Ну, хотя бы тысячу лет. Тысячу лет. Тысячу лет. Тысячу летние молекулы в наших телах есть. Это гарантированно. И в этой связи очень интересно подумать. Вот эти все склоки, вот эта все суета текущим. Насколько она смешна? Это попытка как раз захода в ту же самую тему, в которую я пытался заходить. Представляя себе, что на просторах галактики, с разными существами, или даже в пустоте, или в безжизненности, вдруг встретить такое же тело человека. Какая будет радость? Как будут люди прыгать от счастья, обнявшись? Кто бы они ни были, какие бы взгляды они не исповедовали, как бы они не относились к окружающему миру. Встретившись в миллиардах лет световых от этого местечка, люди будут радоваться, безусловно. И мне кажется, это очень близко, зайти к этой же теме, поразмышляв о том, а что вообще здесь происходит миллион лет? Какая искорка в этом миллионлетнем проекте нашей жизни? Тогда сразу как-то все умиротворяется. Как это сразу все хочется решать, не спеша, качественно, и не переживательно суетиться о каких-то мелочах? А мелочи – это вот все, что здесь построено, по большому счету, это мелочи, по сравнению с теми холмами, с этой рекой и так далее. Это все мелочи. По сравнению с миллионлетним проектом, это все мелочи, запчасти. Но они необходимы, они хорошие, на них тоже надо обращать внимание. Но их важность в размере времени и пространства, она очень небольшая, чтобы из-за них переживать. А вот внутреннее наше сознание, которое здесь путешествует таким нелепым образом, образовавшись на этой планете через половые связи предков, оно гораздо более нежное и заслуживает большего внимания. И тогда вот эти все запчастики, все эти частики, вношение сгустка сознания между собой вдруг становятся необходимыми, ценными и спокойными. Какая разница, что здесь происходит в масштабе миллиона лет? Ну, без разницы. Поэтому такие размышления меня посетили. Я их записал в свой блог, который будет тоже отпечатком, мимолетном, но который не имеет шанс. Вдруг, бац, выскочить лет через пяток. И показать наглядно. А чем занимались люди в 21 веке? Вот примерно. О чем была жизнь? И сейчас мы буквально вот все снимаем анализы с поверхности этой планеты в наших фотографиях, впечатлениях, фотозаметках, видеоматериалах. Как такое запечатлевание, картинки. А что происходило? Ну, такие интересные мысли. Потом стоит о них попробовать подумать. Это очень примеряет с реальностью. С людьми, с устройствами. Хоть что-то есть. Уже хорошо. А если уж совсем что-то злит, надо просто понять, что все эти биологические существа гарантированно сдохнут. Обязательно. Поэтому нечего на них злиться. Еще неизвестно, что для них будет болезней. Быстро или медленно и долго. Но то, что они все умрут, в этом сомнений нет. Мы все умрем. Это хорошая мысль. Хорошая чашка весов для сравнения всего остального в жизни. Надо подумать об этом. Хорошего дня. С вами был Игорь Негода.